Готов вас развлекать, что скажете, может какие вопросы, я не знаю, все. У меня заготовлены вопросы, но они в основном в адрес спикера. Очень хорошая статья, вернее не статья, а его интервью опубликована в, сейчас скажу, в ведомостях? Да. Точно? А какого числа? Не помню. Я угадывал, что 14 февраля, но меня наши коллеги, так сказать, уверили, что нет. А вот 22 января, то ли в российской газете, то ли где-то еще, большое очень интервью его, и очень хорошее. Вот я, когда прочитал это интервью, я позвонил его, позвонил Владимиру Александровичу и сказал, Володя, мне очень понравилось. Это не означает, что я там совсем согласен. Ну, просто интересно знать точку зрения позиции такого замечательного человека, как Владимир Александрович Мау. Я тебя приглашаю к нам на конференцию, чтобы ты, значит, выступил с почетным докладом. Тех, вот всех, кто здесь присутствует, я очень благодарю и приветствую за то, что вы пришли и за то, что вы таким образом признали, что вот то, что скажет Владимир Александрович, это интересно. Предупреждаю, мое мнение, что не совсем нужно быть согласным, но на что я прошу обратить внимание. Жизнь сложна. И Владимир Александрович обращает внимание на это обстоятельство. Хочется это? Не хочется. Чего-то такого, чего мы наблюдаем. Ну, вот мы можем спросить его после того, как пройдет его доклад и прочее. А он вежливый очень человек, он позвонил и сказал, что опаздывает, что у него очень плохая, тяжелая езда по Москве. Подумаешь, удивил. Вот. А вот такой страничка у вас нет, нет? Это фетиши экономической политики. Так назван его сегодняшний заклад. У нас в аудитории есть такая? Нет? Нет. Я зачитываю, потому что аннотация, она небольшая. А заодно мы заполним паузу. Значит, почетный доклад. Фетиши экономической политики. Владимир Александрович Мау, ректор Ран Хиггс, президент Российской Федерации. О! Аннотация. В докладе анализируются тренды социально-экономического развития в условиях завершения глобального структурного кризиса. Обсуждаются специфические черты формируемой модели экономического роста, а также вопросы восстановительской повестки и экономической политики предстоящего периода. В их числе рассматриваются перспективы безинфляционной модели экономического роста, новые конфигурации глобальных валют и роль криптовалют, независимость центробанков и расширение их роли в обеспечении экономического роста. Новые задачи и модели государственного регулирования, взаимодействия неравенства и экономического роста. Анализируются особенности социально-экономической динамики России с восстановлением экономического роста, границы его макроэкономического стимулирования, инфляционное таргетирование, новое бюджетное правило, социальная динамика и ДР. Отмечается, что ключевые барьеры на пути экономического развития находятся во внеэкономической сфере. Ну вот, это вот что он написал вам коротко, значит, для информации, поскольку мы не распечатали это все, я прочитал. Потом распечатаем, привозим к другим материалам конференции. Я даже надеюсь, что мы просто сделаем, так сказать, сам доклад. Мы, так сказать, возьмем то, что он скажет, это все записывается, и потом мы дадим ему на редакцию, и потом мы публикуем полный материал. Значит, я могу сказать, что у нас не во всем совпадают взгляды, но я отношусь к Владимиру Александровичу с очень большим уважением. Потому что он мыслит оригинально. В его положении он должен совмещать, как бы, определенные позиции в политике, но в то же время и оставаться человеком, который высказывает свои взгляды и так далее и тому подобное. Насколько ему удается, вот это вы будете его спрашивать. Потом. Сначала мы, по-моему, у него эти самые, кроме меня никаких или есть у нас оппонента назначены? Нет? Да? Кузьминов. Кузьминов? Да, он стоит. Ну, стоит, да. Кузьминова всегда ставит. Я его приглашал. Он сказал, что может быть, а может быть и нет. Но если нет, то заходите, я вас потом напою чаю. Это уже почетно. Если кто-то хочет что-то меня спросить, то я готов. А в конференции? От конференции? Если они сложились, то есть какая-то какая-то разница? Ну, к сожалению, у меня, как бы, слишком широкого круга нету впечатлений. Но то, что я видел, мне понравилось. Первый день был, очень интересная была секция первая, посвященная финансам. Выступал Силуанов. Ну, тоже человек, который занимает политическую позицию, он старается высказываться, так сказать, осторожно, но тем не менее определенно. Поэтому Антон Германович, как всегда, был. А потом были там еще выступающие. Голикова как бы со докладом выступала. Неплохо. А из вас никого не было? Слушали. Слушали, а, да. Теперь все просто. Ну, не знаю. Мне было интересно послушать Голикова, было интересно послушать затем этого, как его, Андрея Михайловича Макарова, нашей председатель бюджетной комиссии. Ну, он, так сказать, как бы был под большим впечатлением событий, которые днем раньше происходили в мире. И как полетела, значит, понедельник наша биржа и так далее, ну, он, так сказать, не снимал ответственности властей за эту политику. Если даже, так сказать, нечего было прямо разочаровываться в связи с публикацией американского правительства, то все равно это же целая цепочка событий. И, как бы, очередная санкция американская, она, как бы, следует за определенным рядом шагов вот с разных сторон. Вот эту картину мы имеем, и она, по-моему, вполне оправдана, потому что чего-то подобного я давно уже ожидал. В остальном было замечательное, с моей точки зрения, второе пленарное заседание, на котором выступал Орешкин Максим Станиславович. Я, наконец, запомнил имя, отчество. Уже время Максим, ну, мне кто он? Студент, как бы. Ой, студент, да. Вот. Ну, сейчас Станиславович. Вот. И он сделал тоже очень интересный. Был прекрасный доклад Кудрина. Единственное, что он был гораздо более осторожный, чем обычно. Вот. Затем Орешкин, которого мы с самого начала, я, в таком случае, обвиняю в чрезмерной осторожности и, так сказать, оптимизме. Не всегда оправданным и прочее. Он примерно так выступал. Ну, хорошо, умница. Я ничего не могу сказать. С удовольствием слушал. И, как с точки зрения того, как человек, который мог бы принимать экзамен, я бы поставил пятерку, несмотря на то, что у меня так отдельные, так сказать, замечания были. Вот. А, значит, потом я выискал свои замечания, обслуживаю. Я сказал, что, я прошу прощения, но когда мы сегодня говорим о том, что происходит, вы давали объяснение, почему у нас то, почему у нас это, как плохо дело с демографическим состоянием и так далее и тому подобное. А вот могли бы вы сказать что-нибудь про состояние деловой и гражданской активности? Почему вы об этом ничего не говорите? Ну, он, в конце концов, сказал, я с вами согласен. Я считаю, что это обязательно надо дополнить. Вот так, мои соображения. Но очень толковый. Вы сказали, что доклад будет... Что-что, я не слышал. Вы сказали, что доклад МАУ будет опубликован. Многие доклады, с которыми выступают делегаты, они уже готовятся и раскладываются на столе до его выступления. То есть, можно полистать и познакомиться. Раз у МАУ пока публикации нет, как она будет представлена? В интернете или брошюрой? Ну, я могу сказать одно, что будет представлена, как минимум, в интернете. На сайте высшей школы экономики. А, значит, удастся, сам он, как бы, проект, так сказать, разрешит и все. Мы опубликуем, конечно, брошюр. Почему нет? Если уже газеты публикуют. Вполне. Сколько там времени? 15 минут прошло. Заблудился. Ну, короче, материал будет. А вот в каком виде, мы еще посмотрим, потому что у меня, как бы, я хотел бы, чтобы вы познакомились с объяснением МАУ по отношению к нынешней ситуации. Потому что я не уверен в том, что вы читали его интервью в российской газете, а потом выступление в «Видомостях» или где-то. Мы сделали. Причем это уже, видите, как он его назвал, фетиши экономической политики. Так что это, так сказать, более определенный взгляд. С моей точки зрения, это важно. Это такая фигура, которая имеет очень глубокие, серьезные взгляды в отношении нашей экономики, нашего состояния и, так сказать, политической, экономической и иной политики. Это один из очень таких умных людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 И соперник в некоторых случаях, но не в политико-экономических. Мы, как бы, в общем, скорее, ближе к единомышленным. Значит, я пригласил Владимира Александровича с почетным докладом. То, что он нам предлагает, это довольно редкое. Редкая вещь в нашей практике на конференции и так далее. Но все-таки я предложил нашему коллеге почетный доклад. И вот этот доклад наш уважаемый гость назвал «Фетиши экономической политики». Я ему предоставляю слово. Пожалуйста. Откуда? Отсюда, как принято. Пожалуйста. Уважаемые друзья, коллеги, еще раз прошу извинения за опоздание. Я хочу поблагодарить Евгения Григорьевича и Выше школы экономики за предложение выступить здесь. Я несколько сменил тему доклада. Поначалу и вот в распечатанных материалах написано, по-моему, приоритеты экономической политики или что-то в таком роде. Но потом, я согласив Евгения Григорьевича, все-таки решил сделать этот доклад менее традиционным и сосредоточиться. Мне кажется, что ключевая проблема нашей экономики... У нас есть две проблемы экономической политики на самом деле. Это имитационная значительная часть институтов, я бы сказал так, почти всех, кроме силовых и финансово-экономических, и финансово-денежных. И фетишизация многих явлений, что, впрочем, типично для традиций во многом, хотя многие от этого отказываются, выращенных на первой главе первого тома «Капитал». Обычно дальше первую главу мало кто читал, но первую главу читали, и четвертый параграф, ее называется «Товарный фетишизм». И, в общем, он довольно точно предсказал будущие фетиши, плановый фетишизм и другие институциональные фетишизмы, которые будут возникать не только, кстати, в российской, но и вообще в традиции экономической политики, в развитии экономической политики. А как можно переключать, да? Вот. Я немножко из-за своего опоздания несколько подсокращу. Значит, мне представляется важнейшей проблемой, важнейшим источником фетишизации многих институтов является, на этот взгляд, наверное, экономической историки является недооценка или игнорирование историко-экономического контекста. В общем, мы более-менее понимаем, должны признать, что почти все, что решается в экономической политике, рано или когда-то уже было. Очень редко. Кстати, в течение нашей жизни было несколько эпизодов, когда приходилось решать вопросы, которых не было никогда, прецедентов, которых не было. Но, как правило, я приведу пример, скажем, переход от тотально государственной экономики к рыночной, этого не было никогда в экономической истории. Вот бывали эпизоды приватизации, отраслевая приватизация, скажем, или, наоборот, национализация, но никогда не было тотального перехода, то, что было в 90-е. Ну и ряд вещей, которые, это интересно, но вот с которыми мы столкнулись, имело беспрецедентный характер, но, в общем, почти все имело прецеденты, и попытка некритического, вне исторического контекста переносить отдельные институты, явления в экономической жизни действительно приводит к довольно забавным выводам, довольно забавным аберрациям сознания. Здесь у меня вот некие такие особенности эпохи, я их не буду. Я, кстати, слайды буду листать, но не буду их зачитывать или комментировать, это некий контекст, фон того, о чем я буду говорить, это, собственно, исходная предпосылка дальнейшей дискуссии. Теперь переходим, собственно, к фетишам. Прежде всего, очередность значима, но не критична. На самом деле, скорее это будет, последовательно не будет означать убывание значимости или возрастание значимости. Я хотел обратить внимание на набор проблем институтов. Прежде всего, это проблемы планирования, стратегического планирования и выполнения планов. У нас очень любят стратегии, это все правильно, и при этом очень часто дают вопросы, особенно нам с Ярославом Ивановичем Кузьминовым. Какая доля стратегии выполнена? Вы писали стратегию 2020, а вот сколько выполнено? Некоторые считают, если применительно к программе Грефа до 2010 года, говорили, что там выполнено на 40%, то применительно к стратегии 2020, которые мы с вами писали, кто-то посчитал 29%. Я удивляюсь, что там нет знаков после запятой, потому что все-таки научный анализ требует научной строгости. Так вот, на мой взгляд, мы живем в условиях, когда показателем... Я не буду говорить о формальных критериях, что это была стратегия, не предполагавшаяся стать государственным документом, это был набор альтернатив. Я сейчас не про оправдание, я про то, что в условиях первого пункта, особенно современной экономики, равно как и второго, равно как и третьего, выполнение стратегии, особенно долгосрочной, а стратегия всегда долгосрочная, есть способ деградации. Я хочу напомнить, что когда писала стратегия 2020, скажем, криптовалюты только появились, но о них почти никто не знал, блокчейн-технологии вообще не было, вообще не было почти всех явлений, которые потом стали значимы. Точно так же, как когда, скажем, писалась программа Греба в 2000 году, она писалась не то, что для других цен на нефть и для другой ситуации государственным долгом, но просто принципиально для другой, да, в 99-м, 2000-м, но она еще писалась до айфона. Айфон – это же некий символ очень многих трендов, включая там уберизацию, о которой я дальше буду говорить. Она писалась, можно сказать, при динозаврах. Вы представляете, если вот это ускорить, вот вы при динозаврах пишите одну стратегию, потом динозавры вымирают, а вы другой продовольственный баланс начинаете вдруг рисовать. Вот на самом деле появление афона в чем-то сродни с вымиранием динозавров и появлением доминирования млекопитающих. Понятно, что стратегия, тупо выполняемая при этих условиях, как параметры достижений, выглядит довольно странно, если не сказать, что это будет, конечно, способ консервации. Это не значит, что стратегии не нужны. Стратегии очень важны, очень интересны. Но мы должны понимать, что стратегия является инструментом выявления сценариев и формирования, если удается, консенсуса в обществе или хотя бы консенсуса среди элита. Но никак не параметров, которые надо достичь. Равно как и применительно к прогнозу. Ну еще даже Изенхауэр говорил, что любой план устаревает тогда, когда его разработка завершена. Но планируя, разрабатывая этот план, люди приобретают общие взгляды, и поэтому есть шанс, что в нужный момент они выберут общие решения. Я хочу напомнить, что в нашей новейшей истории, в истории последних 30 лет, был один план, который был выполнен на 100%. Коллеги, какой? По срокам. Там была неувязка со сроками, но, как говорит третий закон экономического прогнозирования, you may predict either date or date. Вы можете присылать, присылать, а? Нет, опять, а можно без политического? Нет, ну мы не на митинге, правда, да? Мы на консеренции. Нет, это программа Гайдара, которая была реально выполнена, не за три года, правда, а за пять-шесть, причем наиболее последовательно ее реализовало правительство Примакова, которое открещивалось от нее всячески. Но является ли это хорошо и плохо? Нет, потому что это была программа практически безальтернативная. Это была программа стабилизации, базовой адаптации к новым вызовам, где альтернатив практически нет. Программа безальтернативной выполняется, когда существует ситуация макроэкономической катастрофы. И действительно, в макроэкономической катастрофе все достаточно просто. Знаете, как говорил Гайдар, наша задача была очень социально болезненно, репутационно тяжелейшая, но интеллектуально очень простая, потому что как перейти к четырехзначной инфляции и полностью разбалансированной экономике к стабильной, все знают, многие странно проходили, это очень тяжело, но интеллектуально несложно. Таким образом, первый фетиш плана, и в этом смысле еще раз хочу почувствовать, бороться за стопроцентное выполнение стратегии, означает, на мой взгляд, обрекать страну на отсталость и застой. Что не отрицает, еще раз говорю, значение выработки этих документов, дискуссии о них, разработки их и появление разного рода научных результатов, которые, естественно, возникают в процессе работы над стратегиями и планами. А второй фетиш, который отсюда вытекает, на мой взгляд, это поиск правильной оценки системы показателей как основы управления эффективностью. Ну, чем дальше мы уходим от советской экономики, тем больше мы начинаем верить в поиск и начинаем искать плановые показатели. Представление о том, что можно выработать правильную плановую систему показателей, по ней оценивать, развить по достижению этих показателей. Их можно назвать KPI, коэффициенты, как это по-русски. Ну, в общем, показатели, достигаемые эффективностью. Опять же, разумеется, определенные параметры, отражающие результат деятельности человека, всегда важны. Однако, как показал опыт советской модели, именно оценка, основанная на достижении плановых показателей, является по сути своей порочной, поскольку порождает два феномена. Во-первых, система информации принципиально асимметрична, и при формировании плановых показателей всегда имеется возможность со стороны объекта планирования манипулировать ими, то есть завышать потребности и занижать возможности. Кстати, ужасно забавно, что это с ужасом само... Вот впервые, где это можно прочитать, это брошюра Ивана Створцова-Степанова, написанная в конце 1917 года, по итогам первых двух месяцев, опубликованная весной 1918, по итогам первых месяцев функционирования советской системы, основанная на том, что... основанная на самоуправлении трудящихся. И там Степанов пишет, так как об ужасе, что оказывается рабочие, взяв свою власть на предприятие, начинают вести себя так же, как предприниматели. То есть пытаются уйти от... вместо того, чтобы вести себя как подданные собственники в интересы целого, они начинают преследовать свои собственные интересы, и, соответственно, там, не вскрывают свои резервы, ну и дальше всё, что в следующие 70 лет дискутируется в дискуссии, так называемая дискуссия о совершенствовании планирования или о совершенствовании хозяйственного механизма. В этом смысле мы действительно всё более погружаемся в дискуссию о планах. Они, конечно, называются по-разному. За последние 15 лет там и... Я не помню уже, как они назывались, да, но вот периодически в дискуссии вокруг административной реформы возникают правильные показатели, по которым можно рассчитывать финансовый план. Мне вот запал в голову только два примера, я их приведу, которые действительно пытались заложить в нашу систему государственных программ, ну как показатели эффективности ведомств. Я помню, как, скажем, в эффективность здравоохранения, ну функционеры, например, скорой помощи, закладывали время приезда скорой по вызову. Я тогда всячески спрашивал у всех, будет ли в скорой врач. Потому что если вы оптимизируете приезд скорой, то она приедет за 20 минут. Вопрос то, что она дальше будет делать. И она повезёт пациенту. Потому что вот показателей же нет, а если вы начинаете увеличить число показателей, то, опять же, там возникает арбитраж, ими можно манипулировать, там, какой врач, что произошло с пациентом и так далее и тому подобное. И ещё были восхитительные показатели, вот они, он реально был, я даже сохранил этот показатель, оценка деятельности служб, борющихся с наркотиками, показать цены грамма героина на чём рынке и в Москве. Там расписаны на 5 лет вперёд, в чём, когда я спросил, а почему цена растёт, мне сказали, ну как, в силу закона спроса и предложения. Если борьба хорошая, то, соответственно, он дороже. Я говорю, а если спрос растёт? Ведь показали тот же, если как бы, если просто спрос увеличивается, то мне говорят, да, действительно, а что делать? Я говорю, а дальше ведь понятно, что дальше наркоконтроль будет продавать и покупать героин, поддерживая нужные плановые показатели на рынке, манипулируя рынком. Ну, дальше уже абсолютно понятно с точки зрения планового опыта. Вот тогда от этого удалось уйти ещё раз. Фетишизм плановых показателей, вообще фетишизм показателей в управленческой модели, вещь является крайне сомнительной и ещё одним риском фетиша. Третье, на что я хотел обратить внимание, это проблема отраслевых приоритетов. Вот когда Евгений Григорьевич был министром экономики, у него то, когда спрашивали, я просто помню, какие ваши отраслевые приоритеты. Нам всё время говорили, вы скажите, бизнес всё время задал вопрос, а что является приоритетом? Ну, вы только скажите. Сельскохозяйство, авиация, помните, там, ну, любая. И вот здесь проблема в том, что в современной экономике, опять же, если вот ориентироваться на вот этот перечень, но я скоро сменю эту картинку, перейдём к следующей, что отрасли перестают быть приоритетами. Это вообще очень интересная особенность, на мой взгляд, в современной экономике. Наша современная экономика, равно как и социальные институты, во многом начинают напоминать доиндустриальную. Обратите внимание, такой реверант в сторону экономического либерализма. Классических либералов, начиная с середины XIX века, обвиняли в том, что они за консервацию отсталости. Что фритрейд означает, что аграрные страны должны быть аграрными, промышленными, промышленными, никакой индустриализации, никакого рывка вперёд. Но абсолютно игнорировали, что для классических либералов, скажем, для Адама Смита, промышленность не есть передовая отрасль. В военном отношении самые сильные были аграрные монархии. И так было до сединия XIX века. То есть само понятие отраслевой приоритет, с точки зрения политической или военной, само понятие идиотизм сельской жизни, которую любил использовать Карл Маркс, это индустриальное понятие. Для экономики XVIII века и для большей части истории, экономической истории, отрасли не есть приоритеты. И это то, с чем мы сталкиваемся, кстати, сейчас. Это тоже очень важно. Особенно в современной экономике является то, что приоритетами являются передовыми или отсталыми, являются не отрасли, а технологии. Вы можете иметь очень передовое сельское хозяйство и очень отсталое сельское хозяйство. Вы можете иметь передовую микроэлектронику, а можете иметь наши микрочипы самые большие в мире. Ну, это тоже известное советское выражение. В этом смысле мы принципиально уходим. Это особенность технологического прогресса. Мы уходим от отраслевых приоритетов. И в этой ситуации, больше того, это отчасти отражается и в том, что если наиболее, скажем, для решения задач догоняющего развития в конце 19-го, в большинстве 20-го века, страна должна была, которая успешно решала догоняющие задачи, иметь более высокую нагрузку бюджета к ВВП, то есть концентрировать деньги на передовых секторах и решать задачи РФК, более высокую, чем в самых развитых странах, то все успешные кейсы последних 50 лет, это более низкая нагрузка, потому что государство не может определить приоритеты, оно должно оставлять больше бизнесу для определения приоритетов. Только конкуренция может объяснить, что является приоритетом. Это тоже, это совсем другая модель догоняющего развития. В этих условиях мы понимаем, что приоритетом является человеческий капитал и транспортная инфраструктура. В любом случае, есть такая гипотеза, скорее она правильная. Если у государства и есть какие приоритеты, что это не бюджетной политики, то это то, чего сейчас мы называем бюджетным манером. Другое дело, что это ничего нового. Вот моя любимая цитата, мы недавно наконец переиздали книгу Егора Переца, где он приводит вот эту цитату, изыскание Абазы, где он, собственно, говорит, что экономический успех будет, если сосредоточиться на, меньше платить на армию госправления и больше на училище, судебную систему и пути сообщения. Ну вот опять, ничего нового, нормальный бюджетный манер в понимании конца царствия Александра Второго. Александр Тетий уволил Абазу вскоре, но в общем бюджетные приоритеты были такие. Страна не воевала следующие практически 20 лет и занимался строительством путей сообщения, развитием и развитием вот того, о чем здесь, созданием новых технологических институтов, университетов и так далее. Пожалуй, пропущу про роль государства. Это самое интересное. Да нет, самое банальное. Вот, собственно, очень хорошая цитата из Николая Христианча Бунге. Если не сказать, вот я потом вписал только, когда я коллегам показывал, они говорили, ну что, все нормально. Только вот когда указываю, что это было в 90-м году написано, а не в 1929-30-м, что Бунге шутит о том, что скоро государство начнет похотеть, а также издавать все газеты и журналы. В 1890-м году это казалось милой шуткой бывшего министра финансов и представителя комитета министров на этот момент. А вот буквально через 40 лет казалось, что это правда, и никакой жизни иной быть не может. Но тем не менее, правда, ну тут тоже такое, а нет, тут не то. Ну ладно, это пока пропустим. Перейдем все-таки к проблемам экономического роста. Перейдем к проблемам экономического роста. И это еще один очень важный фетиш, связанный с еще, также с очень большими рисками. Мы, конечно, привыкли молиться на экономический рост, который у нас сейчас, опять же, становится объектом фетишизации. Я хочу начать с такого банального теза о том, что экономический рост нужен не вообще, а устойчивая среднесрочная перспектива, сопровожаемая технологической или структурной модернизацией, и обеспечивающая рост благосостояния. Показатель ВВП возник в конце 30-х годов, в результате Великой депрессии, и, в общем, это был прокси для благосостояния. Это потом мы вдруг начали думать, что, а, советские суммы с самого начала, что рост важен сам по себе. Мы просто забываем основной экономический закон социализма, о том, что все для блага человека, безотносительно к списку этих людей, для чего благо все должно быть, но производство должно развиваться ради благосостояния. А мы знаем из опыта последних 30 лет, что рост ВВП совершенно необязательно отождественен для роста благосостояния. В самой грубой форме это видно из нашей истории 80-х годов, когда вот здесь видно, что Советский Союз, после чувства себя вполне комфортно, к началу 80-х с более высокими темпами роста, в середине 80-х в руках обнаружившего, темп роста ниже британских и американских, ну, Франция в этот момент экспериментировала с социализмом Миттерана, а вот англо-саксонский мир, это как раз результат реформ Тэтчер и Рейгана, и объявил политику перестройки. Мы видим, что два года экономика ускорялась, потом 10 лет падала. То есть, опять, цена вопроса тоже известна, это избалансированная экономика, она пошла по пути резкого роста государственного долга и бюджетного дефицита. То есть, вот мы хорошо должны понимать, что темпы экономического роста не обязательно хорошо. Зависит цена экономического роста. И вообще, очень важно, это отчет в ближайшем выборам или в статистическом справочнике через 15 лет. Это очень важно, чтобы темпы роста были в статистическом справочнике через 15 лет, а не в ближайшем отчете. И тут мы, кстати, сталкиваемся с еще одной проблемой, серьезной политической ловушкой, что очень часто, а в нашей ситуации несомненно, все, что к краткосрочному ускорению, плохо с точки зрения долгосрочного роста, то, что можно предместить немедленно, а все, что хорошо для долгосрочного роста, нельзя отчитаться по итогам следующего года или двух. Это серьезная политическая ловушка, это серьезный источник популизма на самом деле. И вот это то, что очень важно. Это то, почему очень важно не фетишизировать темпы экономического роста. Повторяю, потому что рост благосостояния важен. Экономический рост нужен только в той мере, в какой он обеспечивается, рост благосостояния. Дальше начинается дискуссия, как это измерять. Позавчера здесь Максим Орешкин представил свое понимание темпов роста, показав, что с точки зрения занятого населения у нас все не так плохо. Но опять мы должны понимать, что ВВП не только производится, но и потребляется. С точки зрения производства ВВП, это, наверное, неплохо. Ситуация не так плоха, как кажется. Но с точки зрения потребления, ведь потреблять должно не только работающее население, а все остальное, даже не хуже, это, конечно, не проблема с статистической манипуляцией. То есть отчитаться, правильно статистически посчитав, можно выполнить указание президента, но все-таки основная задача, опять же, ВВП, это благосостояние всего общества, а не только работающих или работающих в определенных секторах. В этом смысле, конечно, проблема темпов роста важна, но еще раз, темпов роста, ориентируемых на долгосрочную перспективу, сопровождающую структурную модернизацию. Я уже не говорю о том, что мы сейчас находимся в очень своеобразной технологической ситуации, которую я назвал бы, ну не только я, я уже слышал этот термин, он не мой, технологической дефляцией. То есть это тоже, это совершенно новое явление, как мне кажется, в мире, когда удешевление новых товаров происходит быстрее, чем их распространение. То есть мы, у нас благосостояние растет не только за счет новых товаров, но и за счет удешевления этих новых товаров. Ну вот три классических примера, да, Uber, электронные книги, там iPhone, которые объединяют в себя множество функций, которые раньше бы купили бы по отдельности, там радио, телевизор, газету, книгу, пишущую машинку, компас, сейчас это вот один iPhone, и это гораздо дешевле, чем совокупность тех товаров, функций и услуг, которые он выполняет. Uber снижает спрос на, Uber опять условно, Uber, да, снижает спрос на автомобили, на бытовое поведение и так далее и тому подобное. Электронные книги, повышая благосостояние, снижают спрос на производство целлюлоза, транспортные услуги, функционирование магазинов и так далее и тому подобное. То есть мы живем в мире, в котором вообще, статистика ВВП, у нас всегда принято ругать статистику ВВП, как мы ее считаем у нас, но это сейчас проблема гораздо более интеллектуальная, чем чисто техническая. И именно поэтому, как мне представляется, ни в коем случае нельзя, опять же, ориентироваться на эти параметры. Еще один такой следствие из этого, которое можно считать своеобразным фетишем, фетишем. Это про динамику инвестиций. Почти во всех развитых странах последние годы инвестиции к ВВП на нескольких процентных пунктах ниже, чем сбережения ВВП. Ну, кроме Соединенных Штатов и Британии. Сейчас ситуация несколько меняется, но мне кажется, что вот за этим низкой инвестиционной активностью есть одновременно и серьезный вызов, и серьезное решение. Вызов стоит в том, что технологии меняются так быстро, что бизнес, как правило, не понимает, куда можно вкладывать. Ну, просто вы можете начать инвестировать в передовой проект, и через 4 года выяснится, что он уже не является передовым. Если это огромная корпорация, которому тебе позволить рисковать деньги, мы знаем такие примеры, там сегодня построил новое здание, завтра его сбросил и так далее, это, наверное, можно. Но значительная часть бизнеса, если это не простой продукт, не простая услуга, в общем, совершенно непонятно, когда надо кого покупать. Вы сегодня купили эти компьютеры, и через год оказалось, что они или вдвое понешевле, или зря вы их сегодня купили, или вообще они уже другие, и вам нужны другие. В общем, есть, на мой взгляд, очень серьезные идущие технологии, механизм торможения инвестиционной активности, и в этом смысле экономического роста. Но есть и другая сторона. Одновременно появляются технологии, которые делают длинные инвестиции скорее ненужными. Мы очень любим говорить, мы продолжаем говорить, где взять длинные деньги. Но посмотрите, сланцевый нефтегаз интересен не тем, что они в Соединенных Штатах, и не тем, что это альтернативный источник энергии. Они интересны прежде всего тем, что там капексы приближаются к опексе. Что это не нефтегаз, где надо 5-7-10 лет инвестировать, и 30 лет, или сколько-то окупать. Это то, что где можно быстро вложить, быстро остановить, перенести в другое место. Это другая политэкономия. Это политэкономия, в которой не нужны длинные инвестиции. В этом смысле проблема должна стоять не в том, где взять деньги для длинных инвестиций, при всей важности, наверное, это проблема, но в том, а есть ли такие технологии, которые позволяют вообще отказываться от длинных инвестиций. Что абсолютно вписывается в технологические вызовы нашей эпохи. У вас быстрые технологические сдвиги, и вы можете позволить себе отвечать на них без длинных инвестиций, без омертвления огромных средств, с требованием потом окупать на протяжении десятилетия. Еще один фетиш, за которым меня Евгений Григорьевич, наверное, осудит, это приватизация. Частная собственность, конечно, лучше государственной, при прочих равных условиях, со всеми приличными в этом месту оговорками. Но нужна ли приватизация в настоящих условиях? Я не говорю о мелкой приватизации, где-то продать миниоритарный пакет государственных акций. Я говорю о приватизации как серьезной политической задачей. Срок говорил, приватизация может выполнять три функции или преследовать три цели, не одну. Это социально-экономическое появление эффективного собственника, это фискальное пополнение оказанное, и это политическая покупка властью, политической поддержки. И в некоторых случаях они могут совпадать, как, например, когда-то еще приватизирована в угольную промышленность. Но часто они противоречат друг другу. Скажем, если мы посмотрим на нашу приватизацию 90-х годов, классический случай революционной приватизации, в чем-то напоминающий большевистскую национализацию времен гражданской войны по политическим задачам, мы должны понимать, что в условиях трехзначной инфляции, первый год в реформах, даже четвертый не начнет, по большому счету у вас нет фискальных проблем, потому что у вас есть печатный станок. Абсурдно ждать прихода эффективного собственника в условиях политической неопределенности, открытых границ и, опять же, вот той макроэкономической ситуации, которая есть. Но есть одна важная задача, вы должны купить политическую поддержку. Как ее покупал Кромвель, раздавая королевские ирландские земли солдатам революционной армии, банкирам Сити, как это делали разные правительства времен французской революции, занимаясь примерно этим, уже через приватизацию королевских земель, земель аристократов. И в этом смысле, успешно ли наша приватизация в 90-х? Конечно, успешно. По тому критерию, ради которого она осуществлялась. Политическая стабилизация, достижение point of no return. В этом смысле, в современных условиях, я не вижу, честно говоря, никакого пространства для приватизации, поскольку ни одной из этих целей нет. Ну и зачем тогда? Больше того, вот мы в начале 90-х очень посадились в приватизацию красными директорами, которая в общем и произошла. Но мы же понимаем, что в современных условиях приватизация только приватизация менеджмента. Никакой другой приватизации быть не может. То есть это не будет реальная приватизация. В этом смысле, я считаю, что мы должны критически относиться к задачам приватизации и понимая, что в исторической перспективе это, конечно, вещь важная, но только в исторической перспективе, а не сейчас немедленно. Ну и в заключение, наверное, фетер болезненности реформ. Гайдар когда-то говорил, вот продолжая вот эту тему, что реформы, которые должен был делать он, были интеллектуально очень простые, но исключительно болезненные. Реформы там последних 15 лет, они совсем не болезненные, они интеллектуально очень сложные. Потому что, что такое здравоохранение в стареющем, в современном стареющем обществе, что такое образование эффективное, что такое пенсионная система, это требует очень больших интеллектуальных усилий. Здесь нет опыта, который можно легко применить. Каждый опыт индивидуален. У нас здесь любимая дискуссия, немецкий опыт федерализма, немецкий опыт системы здравоохранения, страховая медицина. Мы должны понимать, мы все время все эти вопросы обсуждаем вне контекста политической, конституционно-политического устройства. Ну, какое страховое медицина, если у вас нет бургомиста, который отвечает перед избирателями состояние здоровья, если мы знаем, что прежде всего надо попросить прощение у президента, а не у... Ну, вот это последний такой яркий пример. Вот практически любые экономические, экономико-политические идеи бессмысленно обсуждают вне контекста политических институтов. Это еще один аспект, на который я хотел дать что-то тут стал пропускать. пропускать здесь не... Ну, я всегда кончаю, почти всегда кончаю свое выступление простым тезисом о том, что, чтобы мы не говорили об экономике, политические решения являются принципиально важными, потому что, прежде чем обсуждать налоги, там, налоги, я не знаю, ставки, чего бы то ни было, или бюджетные приоритеты, надо ответить на вопрос о неприкосновенности личности и собственности. Понесет ли буржуазии деньги в банк? Спросил очень известный юрист Членов, его, правда, в 1937 году расстреляли. Непмана в день выхода декрета неприкосновенности с вами, конечно, не понесет, ответил он, потому что никто не гарантирует неприкосновенности жизни вкладчика. Вот, пожалуй, все. А это такой завершающий такой эпиграф, он просто, просто вообще готов ответить на вопросы. Пожалуйста, кто желает задать вопросы? Я вижу, здесь, вот, Марин Домбров, если не знаком. Ну, кто пришел на меня? А? Кто на меня? Нет, мне показалось, у меня просто очень плохо с удрением сейчас, я вы... Просто обкаменные крутили. А вы готовите к тем, давайте вопросом. Нет, спасибо. У меня есть как бы три вопроса. Первый, я не буду очень углубляться, но хотел прямо заявить мои несогласия с тезисом, что приватизация не нужна. Она, конечно, обоснование совершенно другое, чем в 90-х, но я думаю, что она нужна и по микроэкономическим, скажем так, причинам, и по политическим причинам. Если надо, я верну этому вопросу. Но два другие вопроса, они имеют более такой общий характер. Во-первых, выступлений было очень много там как бы неопределенность, связанных с новыми технологиями и в принципе как бы получалось такое осуществление, что темпы технологической революции увеличиваются. Я лично не знаю, они увеличиваются, не увеличиваются, но есть в литературе распространены такие позиции, особенно Роберта Гордона, но есть другие, которые говорят, что в принципе третья промышленная революция, она уже за нами, что сейчас да, есть разные там как бы применения, но они более как бы связаны как бы с комфортом жизни, с качеством жизни, но не обязательно с повышением совокупного эффективности факторов TPF. То я бы с интересом услышал реакцию на эту позицию. И третий вопрос это демография. про нее было достаточно много выступлений Максима Ришкина, и это очень хорошо показано, что как бы один расчет рост ВВП, а другой рост ВВП в пересчете на душу населения, или, например, на душу населения в работоспособном возрасте. Но мне кажется, что вопрос демографии, он идет намного дальше, чем предложение рабочей силы. Ты сказал там про вопрос, что снижается кемпы инвестиций в развитых странах. да, они снижаются, и во многом дискуссия была там, что это ловушка ликвидности, там секулярная стагнация и того типа. Но мне кажется, что здесь причины могут быть совсем другие, связанные с изменением демографического профиля населения, что население, которым, скажем, средний возраст 25, имеет как бы другие нужды инвестиций, как государственных, так и частных, чем население, у которого средний возраст, скажем, 50 или 40 с чем. Также есть, я думаю, вопрос, как процесс старения общества в развитых странах, он влияет и на возможность адаптации технического прогресса и на шансы дальнейшего быстрого повышения TPF и производительности труда и также шире, как бы, на социальные и политические поведения. Я не исключаю, что текущая волна как бы популизма, кроме там других детерминант факторов, она тоже частично определяется также изменением возрастной структуры населения развитых стран. Марк, спасибо большое. Первое, я хотел сказать, что у меня все-таки выступление не об экономической политике, а о ловушках и рисках. То, что я говорил, это не есть абсолютно истина, не так, а иначе. Я просто говорил, что весь набор наших традиционных мантр от приватизации до экономического роста должен подвергаться критическому анализу и с тем, чтобы помнить один очень важный принцип. Извините за некоторую автористичность, нет такой ситуации, с которой нельзя выйти с позором. Вот и с роста можно выйти с позором, включая ускорение этого роста, и с приватизацией выйти с позором. Я не считаю презентацию 90-х годов позором, я считаю, что это была очень успешная приватизация в тех условиях и в тех задачах, которые тогда стояли. Я не рисовал картину экономической политики, я говорил просто о том, что жизнь сложнее, чем на самом деле, извините. И вот это об этом. Теперь и отсюда про приватизацию. Мне интересно, а кто сейчас будет покупать? Нет, вы понимаете, это соотношение политических и экономических факторов. Make policy first. Вот для приватизации должны быть политические предпосылки, а не просто общей тезис, что давайте все сейчас приватизируем. Про темпы технологических изменений. Вы понимаете, это же немного схоластическая дискуссия. Лучший пример Боба Гордона о том, что нынешний наиболее яркий, что нынешний технологический прогресс не столь адекватен, как рубежа 19-20 века, в примере, а что бы скорее отказались от современного туалета, ватер-клозета или от мобильного телефона. Но наше поколение скорее от мобильного телефона, а я вот допускаю, что поколение более молодое скорее бы отказалось от туалета, решив, что этот вопрос они как-нибудь урегулируют, а без телефона жить нельзя. На самом деле, Гордон вот эти примеры приводит, плюс вверху о том, что на это есть набор других аргументов, которые доказывают, что ситуация не совсем такая. Мое апеллирование к техническому прогрессу, опять же, было не абсолютным. Я говорю, этот аргумент имел только одно намного длятважное содержание, что современный технологический прогресс делает наше понимание об экономическом росте, измеряемом в терминах ВВП, более сложным. Не вверху о том, что ВВП показатель еще раз возник, 80 лет назад. Это не то, с чем человечество всегда жило. Он отражал реалии определенной эпохи, когда современный экономический рост ускорился, но изменения были все-таки в рамках от поколения к поколению, а не в рамках одного поколения, как это происходит сейчас. Собственно, об этом я и говорил, а не о том, как он ускоряется или не ускоряется. И в этом смысле, честно говоря, не принимать во внимание айфон гораздо сложнее, чем не принимать во внимание современный водопровод, водопровод и канализацию, которые пишет Гордон в известных своих работах. Про инвестиции, да, конечно, я же, там же не только динамика, кстати, заметьте, я про цикл стагнейшен не говорил, потому что явно это такая была полезная гипотеза для дискуссии, но это не реальность, в которой мы живем. Но то, что разрыв между инвестициями и сбережениями налицо, кстати, он сужается все-таки, вот последняя статистика, это факт, и, конечно, там много факторов. Я говорил с точки зрения инвестора, что там есть риски высокой неопределенности. Конечно, там есть и с точки зрения накопления сбережений. Да, стареющее население старается больше сберегать это. Но это понятная вещь. Я же, опять, не говорил не об инвестициях, я говорил о том, что есть проблема, что мы должны на длинные инвестиции посмотреть по-другому, на проблемы длинных денег, что это традиционная мантра о том, что дайте нам длинные деньги, мы хотим добывать нефть, на Северном полюсе, это не совсем то, чего в современных условиях нужно. Даже там, если есть очень много нефти, выяснится, что, скорее всего, она не нужна, даже если мы ее будем добывать. Я только об этом, об этом, чтобы у меня технологии, которые позволяют делать это гораздо дешевле и не прибегая. Может быть, перестать искать длинные деньги и начать искать эффективные технологии, которые не требуют длинных денег. Вот об этом был в данном случае мой тезис. Ну, собственно, да, спасибо за вопрос. Добрый день. Марианна Афанасьева, Алюмна, экономический факультет МГУ, в данный момент бизнес-школа и университет Халл в Йоркшире в Англии. Большое спасибо вам за доклад. Я хотела вас спросить, вот вы говорили о фетишизме всех этих показателей. А есть еще же, так сказать, известные лозы в unintended consequences, непредсказуемые, так сказать, последствия каких-то мер, показатели, которые пытаются вести, и потом эти показатели приводят к совершенно противоположным, так сказать, результатам. В западных теориях это тоже очень долго и серьезно обсуждается. Это один момент. А второй момент, я просто хотела вас спросить, вы говорили, что не надо поддерживать, так сказать, никакие отрасли и так далее, а как же опыт тигров в Юго-Восточной Азии, что же мы от них откажемся от этого опыта или просто будем его игнорировать, или как? Спасибо. Ну, первое, это не вопрос, да? Хотя, да, извините за предыдущую неудавшуюся шутку. I apologize. Ничего, нормально. Вы знаете про тигров? Два обстоятельства, два аргумента. Первое. Будучи последовательным марксистом либерального направления, я настаиваю на том, что институты и вообще политику надо анализировать в конкретном историческом контексте. Тигры это политика превращения аграрных стран в индустриальные. У нас нет проблемы превращения аграрных стран в индустриальные. Именно поэтому, и вообще, это было довольно давно. Если вы посмотрите, Ирландию, которая совершила прекрасный рывок, или Эстонию, или Финляндию, которая несколько позже. Ну, Финляндия была довольно высокой нагрузкой бюджета КВП, но в основном за счет социальных программ, а не отраслевых приоритетов. Единственный отраслевой приоритет, который мы поддержали, которым все гордились, в общем, полностью провалился. Именно поэтому я имею в виду Нокия. Выяснилось, что все не так. Ну, это ретро, да, наверное. Это просто другое. Вот точно так же, как говорить, почему нам не использовать китайский опыт. Потому что китайский опыт это использование классического наследия Бухарина. Китай 78-го года, это Советский Союз 29-го года, это вот эта развилка органического, в расстоянии кулака в социально-кристианской стране. Или к насильственной индустриализации, это вот эта развилка. Когда у вас в стране 80% населения в городе и все являются субъектами welfare state, как было в конце Советского Союза, у вас просто нет спроса вообще на частные институты. Там был спрос на политическую свободу, а не на частные институты. Тогда в Китае был спрос на частные, на том, чтобы прокормиться, а не на политические свободы. Это просто совсем две существенно разные модели. Вот поэтому... А так, опять, я же... Я сейчас... Вот у меня выступление было не об экономической... Не о том, что делать, а о том, что все сложнее. Все... Вы думаете, вот у меня есть такая любимая цитата, вот путешественник в одной стране, потом скажу, в какой, написал, когда, потом скажу, в год. крестьяне из страны ужасно ленивые, не хотят работать больше, чем необходимо для, там, их subsistence. Да? А дальше он добавляет, что именно поэтому они, вместо того, чтобы сеять зерно, разводят овец, поскольку овцы не требуют никаких усилий, пасут себе, а это приносит им достаток в виде, там, шерсти и так далее. Это все итальянский путешественник в Англии в 1497 году. Италья самая развитая страна, Европа тогда, Британия после войны рос и столетняя война самая бедная. И вот, представляете, приходит консультант из Всемирного банка и говорит, вот для того, чтобы вам быть развитой страной, вам надо провести структурный маневр. Посмотрите на развитые страны. Там сеет зерно и, соответственно, это правильно. Вы разводите овец, это не правильно. Это источник вашей бедности. Соответственно, замените пастбище на зерновые. Ну, не будете самой передовой, но, во всем случае, будете жить по-человечески. Вот, собственно, и никто не понимает, что эта ленность английского крестьянина стала источником, в конечном счете, правда, через 50 лет превратила Британию в мастерскую мира. Мы никогда не знаем, какие грехи народа приводят к успеху, а какие пороки, а какие благости к поражению. Собственно, «Баллада о пчелах» Мандевилля, сочинение, которое нам надо перечитывать постоянно, и есть прекрасный русский стихотворный перевод, вот, мне кажется, это такой очень важный источник экономического вдохновения. Спасибо. Есть еще? Желающие задать вопрос? Пожалуйста. Большое. Вадим Александрович, спасибо за выступление. Я всячески хочу поддержать мысль о том, что надо смотреть на вещи сложно. сама всячески пытаюсь популяризировать этот тезис, и если бы меня спросили, может быть, что является моим экономическим фетишем, я бы сказала, жизнь усложняется. Вот, не далее, как сегодня, я вот выступала с докладом, где говорила о том, что усложняется и модель производства, и усложняется и модель торговли, и вообще, те сложные нелинейные системы, которые сегодня возникают, не берутся уже прежним экономическим анализом. То же самое касается отраслей. Действительно, страны отходят от идеи отраслей, потому что они начинают специализироваться на производстве в экспорте более узкой, более высокотехнологичной, более специальной продукции, это промежуточная продукция, но, в общем, об этом можно говорить много в продолжении, но вопрос у меня такой. Вопрос у меня сложный тоже. Значит, вот вчера весь был очень хороший круглый стол, который вел Александр Шохин в отношении того, а как надо реагировать, какая должна быть деловая среда с учетом последнего пакета санкций в России. И надо сказать, что, в общем, многие склонялись к тому, что, скорее всего, мы все-таки пойдем по пути формирования мобилизационной экономики. по этому варианту. Другой стороны, завтра будет пленарное заседание, где будет обсуждаться новое направление структурной политики. И, в принципе, тот доклад, который сделан, он выписан в контексте того, что мы, в общем, пойдем по пути рыночной инновационной экономики, то есть, как бы, не покидаем, так сказать, это направление. Вопрос у меня такой. Значит, вот, как вы считаете, некий выбор, который, между этими двумя дилеммами альтернативными, он будет определяться политическим раскладом, там же фактор политики, который был вынесен в докладе, он влияет, политическими какими-то силами, или все-таки как бы санкционные условия могут повлиять так на экономику, что, скорее всего, будет выбран вариант, определяемый какими-то объективными экономическими требованиями, я бы так сказал, развития. Я понимаю, это сложный вопрос, но поскольку, да, как бы, в конце твоего было о том, что, вот в аннотации даю докладу о том, что, естественно, что, как бы, дальнейший выбор будет определяться неэкономическими факторами, назовем их так, да, ну, понятно, социокультурные, политические, психологические, ну, и так далее, да, но, тем не менее, мы сегодня оказываемся в уникальной ситуации, когда, ну, санкции влияют на экономические, на экономическую ситуацию. Я, кстати говоря, спрашивала, тоже, по-моему, это вчера, делал доклад Андрей Яковлев, он говорил о том, что, о том, что у нас совершенно, как бы, есть разные группы элит, они по-разному, так сказать, друг к другу соотносятся. Я тоже спросила, задала вопрос в отношении того, а как вот в условиях тех санкций, последнего, которые мы получили, что будет, ну, хотя бы как-то оценить примерно, да, несоотношение, это приведет к консолидации этих разных групп элит, или наоборот, к еще большей конфликтности между ними, да, то есть, это важнейшие политические моменты, которые влияют, на самом деле, на выбор экономический. Мне же понятно, что придет и к тому, и к тому, только в разные последовательности. Сперва к консолидации, а потом к расколу. Да, конечно, спасибо большое. Ну, прежде всего, общий посыл, ну, извините, я не бравирую, я так воспитан. Ленин писал, что политика не может не иметь первенства над экономикой. И это правда. И это правда. Поэтому, но это не ответ, это только начало ответа. Потому что, на самом деле, в политике есть долгосрочные, краткосрочные интересы. Как я сегодня уже говорил, они противоречат друг другу. И в данном случае, это выбор не между политической и экономической логикой, они во многом совпадают, а между временным горизонтом. Просто очень часто, опять же, краткосрочные интересы, они менее, как так, ну, как в предельной полезности. Стакан воды на берегу ручья стоит дешевле, гораздо дешевле, чем стакан воды в пустыне. И в этом случае, краткосрочные результаты часто оказываются, за них часто платят разрушительную, долгосрочную цену. И вот здесь возможность удержаться, а это и есть, в общем, форма популинизма. И вот, в этом случае, это выбор, скорее, между долгосрочными и краткосрочными интересами. И то, и то основано на политике. И они не совпадают. с другой стороны, в условиях геополитической напряженности очень часто, во всяком случае, в современном мире, скажем так, с опытом последних 50 лет, либерализационный сценарий оказывается более эффективным. Просто это надо понять. Дэн Сяопин пошел на активную либерализацию экономики при закручивании политических гаек после 1989 года. И, в общем, китайские же успехи, они более всего... Ведь поток иностранных инвестиций пошел в Китай не в 78-м году, а в 91-м, 92-м. Вот тогда был мощный скачок иностранных инвестиций в Китай. После Тянь-Анмэня, но на волне, такой, когда, несмотря на политическую ужесточную, мобилизацию, ЦК-КПК, точнее, Дэн Сяопин, у него было, насколько я понимаю, читал 8.4, так, меньшинство в политбюро пошел на последовательную либерализацию экономики, на открытие экономики, как ответ на политическое закручивание гаек. Такое тоже возможно. Ну, таки большой разрыв был между тем временем, когда он устроил Тянь-Анмэнь и потом, когда проводилась либерализация. Это все-таки там есть. Ну, буквально в течение года у него была эта южная поездка, да. Ну, года, по-моему, два. Ну, не у вас. Ну, да, да, да. Просто я обращаю внимание, что Тянь-Анмэнь, так сказать, ну, как бы, стал поводом для, ну, очень многих западных стран, для того, чтобы, так сказать, отказаться от того, чтобы оказывать, ну, иметь какие-то отношения для стран, да, для бизнеса, нет. Бизнес показал, что власть контролирует ситуацию, а когда она еще после этого стала открывать страну, стало понятно, что у вас есть вот политическая стабильность при экономических возможностях. Понятно. Ладно. Еще есть желающие? Прошу вас. Господа, вы видите, как интересно? Пока все молчат. Спасибо большое за интересное выступление. Вот вы подчеркнули уже при ответе на вопрос еще раз такой тезис, который проходил в рамках доклада, что ситуация становится сложнее и процессы, и среда, и вот ваши, если такой общий отсюда вывод, все-таки что делать? Разбираться и пока не разберемся, ничего не делать или все-таки упрощать и принимать решения и двигаться? Спасибо. Вперед. Честно говоря, вопрос. Не понял, кому что делать? Ну, Коля вопрос. На абстрактный вопрос я по-ленински отвечу последней фразой книги Ленина «Что делать? Ликвидировать третий период». Дальше мы будем рассуждать, что такое третий период. Вот. Что делать кому? Вопрос все-таки связан с экономической политикой, с принятием решения в области, развития области в сфере экономики. Ну, соответственно, процессы сложнее. Такое доскональное, глубинное понимание, что происходит, потребует времени и не исключает ситуацию, что процесс разбираться, что на самом деле есть, может, ну, замкнуться сам на себя. Что в этой ситуации? Выжидать? Плыть по течению? Или вот так? Ну, я бы сказал так. Вопрос относится не к тому, что делать советнику. Советнику честно начинают рассказать, что его ожидает. А это про то, какое проводить политику. Вы знаете, на этот вопрос мне ответить легко, потому что мы все-таки вместе с коллегами активно занимались последние полтора года тем, что делалось под руководством Алексея Кудрина. И я вполне искренне разделяю те предложения, которые там вырабатывались. Они вполне реалистичны, они возможны, если на политическом уровне, то вот она, достаточно внятная программа. У меня там есть, потому что это все-таки результат большого коллективного творчества. И в отличие от программы 2020 для меня устраивало все. Там есть вещи, которые меня не вполне устраивают. Но это не идеологически, не критическое. У меня некоторые оценки расходятся. Но по той же приватизации, как вы слышали, я гораздо более скептически отношусь. Но опять же, еще раз хочу заявить, я не против приватизации. Я против приватизации в конкретной исторической ситуации. Поэтому в социально-экономическом смысле то, что предлагает ЦССР, я являюсь частью в данном случае этого документа и никак от него не отказываюсь. сейчас вот я слушал выступление нашего дорогого Алексея Ильича позавчера на первый день, когда он делал доклад и так далее. Очень интересно. У меня появилось ощущение, что он стал более осторожным по сравнению с тем, как он был год назад или тогда, когда ЦССР начинал. Жизнь жестче. А? Жизнь жестче. О, видишь, коротко и не я. Ну, там еще, нет, почему, там есть просто первая половина этой фразы, я вам ее потом скажу. Ну, да, понятно. Ну что, есть еще вопрос? Пожалуйста. Господин Кудриев, в России вперед, я бы сказал, такое положение, что 20 лет реформ, а наша экономика все до сих пор еще сливает. Сколько можно тащить эту среди экономику вперед? Господин Кудриев в своей последней статье в газете в ведомстве сказал, что основная проблема нашей экономики это ее сырьевая направленность. То есть, получается, что 30 лет реформ, а экономика до сих пор все остается сырьевой. Что я вам просто говорю? Скажите, пожалуйста, какие вообще основные проблемы стоят перед экономикой Российской Федерации? Вы знаете, вообще-то, я не знаю, должен вас разочаровать или нет, или наоборот обнадежить, но вообще это проблема последних 300 лет, а не 30. Если вы посмотрите, что делал Петр I, то по сути он преодолевал сырьевой характер российской экономики, пытаясь завозить технологии из Голландии и из некоторых других западных стран. В этом смысле как раз за 300 лет вызваны те же, ну там только в какой-то момент зерно, там дешевые ресурсы у нас бывали разные, сельское хозяйство, дешевая рабочая сила, нефть и газ, ну вот оно, ну еще раньше там, пенька, поташ и пушнина, вот, ну это еще раньше, это в допетровские времена. В этом смысле экономика всегда была сырьевой. Вы знаете, основная проблема, как мне кажется, опять вот это не сощите за парадокс, мы опять дискутируем проблемы середины 20 века. Основная проблема не в том, что она сырьевая, а в том, что она не восприимчива к инновациям. И даже не в том, что она не производит инновации. На самом деле, это очередная ошибка, представление себе, что страны бывают инновационные. Инновационные бывают отдельные регионы в отдельных странах. В конце 18 века это была там Северная Англия и Южная Шотландия. Вот там была точка инновации. Сейчас это Северо-Восток и Юго-Запад США. Опять, не США инновационные. Инновационные отдельные точки в Массачусетсе и Калифорнии. На самом деле, главная проблема, когда мне рассказывают, что инновационный был Совет Кистьев, напоминайте, там НКВД было инновационное. На самом деле, промышленную разведку никто не отменял. И по-хорошему, успех Совет Кистьев не в том, что он генерировал инновации, а в том, что он применял инновации. И на самом деле, гораздо важнее для инновационного развития страны способность предъявлять спрос на инновации и адаптировать их, а вовсе не производить. То есть, это очень хорошо, если его производить, но это не было почти никогда. Это вообще такое очень редкое явление, кто реально производит инновации. Это не странно, это отдельный университет, это отдельные исследовательские локальности. А вот главное, это способность адаптировать эти инновации и, ну, как принято говорит, коммерциализировать их. Коммерциализировать или использовать политически. Как-то СССР их не, как так, их политически коммерциализировал, да, он их обращал в политическое и военное превосходство. И вот в этом смысле проблема не в сырьевом характере. Концепт, вот опять тот же тезис, контекстово-сырьевая экономика тоже может быть очень инновационной. Да. Как Норвегия, совершенно верно. Проблема в спросе на инновации и на эффективность. Вот. Дорогие друзья, там на меня поглядывают. Пожалуйста, еще. Но мы сейчас заканчиваем. Потому что... Мы говорили о экономической политике и я, может быть, не совсем все хорошо поняла. Насколько я понимаю, нет экономической политики, но есть политическая экономия. И в этой связи у меня вопрос к вам, как к президенту Ранфикс. По вашему мнению, в чем самая большая проблема для национальной экономики России, а также для госуправления? В чем самый большой вызов, самая большая проблема, которая стоит перед вами? Извините, если я повторю то, что я говорил уже раньше, я могу дать вам длинный и развернутый ответ. Могу дать очень короткий ответ. Главное выжить в текущей геополитической ситуации. А если говорить длинно, то я могу воспроизвести опять весь свой доклад. Вкратце же, отвечая, скажу следующее. Самое важное делать то, что мы можем делать, не делать то, чего не можем, и не путать. Первое со вторым. Спасибо от вас, от всех. Спасибо.